Перед началом основного оповествования хотел бы лишний раз привлечь ваше внимание к тому, что все модели здесь представленные одеты в оправы из натурального материала, другими словами, роговые оправы. Поскольку они все имеют достаточно серьезный возраст, естественно, эти оправы со временем, они деформируются. Поэтому это обязательно нужно учитывать. Естественно, я старался это все дело привести к какому-то общему знаменателю, все эти оправки подровнять, но опять же таки, натуральный материал, он и есть натуральный материал, тем более старый натуральный материал. Поэтому я вас прошу не выпускать это из виду. Ну, то была присказка, а вот она и сказка. Сегодня, думаю, закончу работу над бритвами, которые мне приехали еще давным-давно из Франции, все никак до них доходили, не доходили руки, теперь они и дошли. Думаю, быстренько подготовлю и потом уже, скажем так, определенного рода разогревшись, приступлю к группе, переданной на восстановительно-заточные работы от Николая. Итак, вот эти четыре бритвы, первая из которых это истинный фреймбэк, без болтов, без винтов, заклепанный клиночек. Мануфактура неизвестная, однако получила госприемку в виде вот такой аббревиатуры СГДГ. Если мне память не изменяет, во Франции это именно такой был, если так можно выразиться, правительственный орган, который проводил экспертизу на профприводность, если так можно выразиться. Если у меня память не изменяет, все бритвы в данной группе, они не пользованы, поэтому будем считать, что все бритвы новые, старые, поскольку по выпуску бритвы старые. Здесь шесть восьмых, ну, как, в общем-то, любой клин, такие стали бескомпромиссно острые. Это номер раз. Направо здесь побитое грызунами, и вот здесь слегка 30 долларов. Крайне уютный клиночек. Это изделие шеффелдских умельцев, но не сохранилось название. Единственные остатки я могу просмотреть. Недад Сторс Шеффелд Мэйк. Пять восьмых. Вот такой клин. Он небольшой, крайне уютный. Слепил я на него вот такую роговую оправу, поскольку родная его она была хоть и костяная, но кость нам всем очень хорошо известна, как материал невероятно красивый, но единовременно крайне хрупкий. Тем более хрупкий со временем. Поэтому раздобыл я ему замену в виде рога. Небольшая, я еще раз повторю, бритва. Длина режущей кромки здесь составляет, по-моему, 67 миллиметров. Но при всем при этом сталь, сталь очень хорошая. Здесь даже оформил я закрытие, как у современных ТРСРов. Вот так именно, с торца в касание, с небольшим щелчком. Клинышек, кстати, свинцовый. 50 долларов. А вот наши французские друзья Поль и Жан в перерыв так хорошо освежились красным, что умудрились в данной бритве поставить оттиск, обозначающий принадлежность к мануфактуре наоборот. Это БОДАН, если я правильно понимаю, гарантий номер 60. Крайне привлекла меня полоса, которая обозначает начало спуска и которая четко проходит сквозь эрль в сторону хвостовика. Бритва новая, все родное, вот этот патина. Это не коррозия, это патина. Вот с этой стороны то же самое. Смотрите, какая четкая вот эта линия. Вот она идет по всему-всему клиночку. Очень здорово смотрится. Это клин, размер полных 6 восьмых. Вот такие вот крупные здесь шайбочки. Ну и пару таких незначительных сколов оправа имеет. Из какой-то из сторон, вот здесь этот кусочек шайбы где-то отлетел или потерялся, или он такой был изначально, непонятно. Но Бритва не разбиралась, здесь все родное, все оригинарное. Так, сейчас мы найдем какой-то волосочек подлиннее. Какие-то все короткие попадуты. Ну, вроде какой-то с искали. Это номер третий. 70 долларов. И назовем его французский постскриптум. Поскольку кроме двух символов P и S ничего на ней нет. Однако Бритва крайне привлекательная. Вот такую имеет роскошную форму. Увеличивается, расширяется полотно к носику. Четверть выборки. Очень и очень такая красивая. Бритва непользованная. Вот здесь она имела сейчас остался только след. Имела такое значительное потемнение. Естественно, я аккуратнейшим образом все это дело прибрал. Но опять же таки, видно по ребру обуха бритва в использовании не была никогда. Кстати сказать, вот здесь в оправе тоже клин свинцовый. А на вот этой Бритве, на предыдущей, там он костяной. Костяные, кстати, клинышки, они для французов были более такие часто встречаемые. 80 долларов. Вот они, красавицы. Смотрите, принимайте решение. Я тем временем завтра начну потихоньку работать над группой Николая. Наверное, поскольку завтра воскресенье и в таком щадящем режиме, я, наверное, начну с ножей. Вот что-то мне появилось такое желание. Вам же я желаю приятнейшего вечера. До скорых встреч в эфире. Пока.